Фильмом «Три песни о жемчужине» его сняла Владимирский режиссер Екатерина Цветкова, был открыт кинозал Русского духовно-культурного центра в Париже, того самого, на открытие которого должен был приехать президент Владимир Путин. «Три песни о жемчужине» посвящен одному из самых почитаемых русских святых, Сергию Радонежскому. Фильм снимался во Франции, на Валааме и в Сергиевом Посаде, и с успехом прошел более десяти международных фестивалей. Каким образом картина оказалась в программе открытия кинозала в Париже, точно не знает сама даже Екатерина, но публика приняла фильм очень тепло. Вы, знаете, были удивлены, как в России все-таки говорят и знают о Сен-Жен-Ивьев-де-Буа, о Франции. Значит, все-таки вы живете без отрыва, значит, есть какая-то связь, вы ее чувствуете. Я говорю, ну как же, конечно, любой мыслящий русский человек не может не думать об этом, потому что мы связаны, там, в сердце России, помните, как у Пушкина о двух чувствах, да, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Так вот, отеческие гробы наши, то есть вот наше кладбище, оно там, Сен-Жен-Ивьев-де-Буа, это важно помнить, и, ну как, там тоже, там тоже часть России. Останавливаться на достигнутом Екатерина Цветкова не собирается и уже начала работу над новым проектом. Это будет игровой художественный фильм «Лиза болеет». В основу его сценария положен одноименный рассказ Владимирской писательницы Татьяны Завориной. Необходимые для съемок средства Екатерина надеется собрать с помощью краудфандинга. Пожертвование можно сделать на ресурсе «Планета.ру». «Лиза болеет» – история о маленькой девочке, действительно больной, но еще более страдающей от несовершенства окружающего мира. Маму Лизы в фильме сыграет актриса Анна Лагуткина. Есть девочка чувствительная, у которой очень хрупкая, ранимая, переживающая, откликающаяся на все душа. И она страдает и не может никак поправиться, потому что люди вокруг враждуют. Ну, конечно, это любовь. Любовь, прежде всего, девочки, вот этой девочке, к своим родителям. И папа погибает на войне, и как она это все переживает. Конечно, это, ну, не выразить словами, какая-то травма для ребенка, смерти родителей. Вот. А второе – это то, что на ее пути попадается доктор. Вот действительно, доктор с большой буквы. Причем даже не один доктор, да? Доктор, который может заразить своей теплотой, своей любовью, своими вот этими целительными какими-то возможностями других докторов, которые рядом находятся. Это, конечно, такая огромная радость в жизни каждого человека, когда вот попадается во всю жизнь такой доктор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова